Почта Америки Итак, поехали. Как все дело происходит в России? Вам приходит посылка, почтальон приносит вам уведомления, с которым вы идете на почту, стоите, я помню по себе, раньше, стоите полтора, два часа, иногда и три бывало, в очереди, чтобы получить, скажем так, ваш пакет, откуда бы он ни пришел. Как дело обстоит в Америке? Оно обстоит немножечко иначе. Итак, почтальон загружает утром все посылки, коробки, независимо от размера, в машину, в автомобиль почтовый и развозит их. Но, ну, до дверей я имею в виду. И тут возникает вопрос, а как тогда появляются вот такие вот штучки? Почему я такой бестолковый езжу на почту? Да все просто. В Америке есть, я не знаю, это законное право, либо это негласное правило для почтальонов. Они доставляют посылки до дверей, если вы живете либо в своем доме, либо же, если это комплекс, то вы живете на первом этаже, либо на втором, как мне на почте объяснили. То есть я живу на втором этаже и вместо посылок мне приходят вот такие вот уведомления в ящик, потому что почтальон забрал все посылки и начинает ездить по моему комплексу их развозить, то есть доставлять до дверей. Но если эта посылка, как в моем случае, на второй этаж, то мне кладется такое вот уведомление. Когда я спросил на почте, ребят, почему так, ведь посылка мне пришла, она там, когда я спрашивал, это была не тяжелая, я заказывал рубашки из Лондона и четыре рубашки пришли, пакет. Вот, и мне пришло такое уведомление, я спросил, это же не тяжелый предмет, то есть почему мне его не принесли? Мне сказали, что по общему правилу они не носят выше второго, то есть до второго и то, что выше, уже оставляют такие уведомления, потому что, ну, почтальон не набегает. Это слишком много времени на это тратится. Когда я сказал, что я как бы на втором этаже живу, и мне хорошо было бы доносить их, они удивились и уже так полушепотом сказали, что, наверное, у этого почтальона, возможно, ноги болят, суставы или еще что-то, или он пожилой, или просто ленивый. И у него правила, он не заносит на все, что выше первого. То есть, ну, как бы, это нормально. Вот, и, наверное, в России я бы возмутился жутко этому и начал бы говорить, что да вы что, да я тут за все заплачено, да, all inclusive, как говорят. Но в Америке люди живут иначе, и у меня даже мысли такой не возникло, что я могу им высказать какое-то недовольство, что я к ним приехал. Потому что здесь, друзья, настолько все расслаблено и, я не знаю, no stress, что, ну, съездил, развеялся, да, посреди дня выбрался, проехался 15 минут туда, 15 обратно, с людьми пообщался, опять-таки. Вот. И как бы все нормально, но вот в этом есть разница. В Америке всю почту доносят до дверей, либо до почтового ящика, если вы живете в своем доме, либо живете не выше первого этажа, и это какой-то многоквартирный, многоэтажный комплекс. Вот. Тем, кто живет, как я, на втором, третьем, четвертом и выше, нам, друзья, приходят вот такие вот уведомления, и мы идем на почту. Благо, что есть разница в почтах. На почте Америки за почти три года ожидание в очереди для меня составило, по-моему, максимум 10 минут, потому что передо мной было три человека. И все. А, как правило, я прихожу, и передо мной нету никого, потому что, ну, в основном доставляют до дверей, как я уже и сказал. И нету вот этого повального хождения по мукам, когда ты приходишь, берешь этот талончик, видишь, что перед тобой еще 100 человек в очереди, и уходишь часика на два, на три, либо на работу обратно, либо домой покушать, и через несколько часов приходишь и видишь, что перед тобой еще 40 человек осталось. У меня были даже случаи, когда я приходил к 7 утра, почта работала с 8, и на момент, когда я уже забирал свой талончик, то есть очередь была еще на улице, передо мной было 150 человек. Однажды я пришел ближе к обеду, это было перед Новым годом, и передо мной было около 400. Мой номер был 450, и это было ужасно, потому что в час обслуживали всего по 4 человека, то есть люди, которые не успевали, не приходили за час до открытия почты, они не успевали просто забрать свои пакеты, свои посылки, либо отправить, опять-таки. Удивительные вещи, но, опять-таки, это разница, это разница в комфорте жизни, в качестве жизни, наверное, я не знаю. Мне нравится, что мою почту доставляют мне до дверей, если это какие-то мелкие пакеты, они могут уместиться в мой почтовый ящик, и все прекрасно. Ничего страшного в том, что я могу доехать до почты, оказаться первым или вторым, и в течение пяти минут получить свою посылку. Вот, такие отличия. И нету в этом ничего плохого, ни в какой из стран, нету ничего, скажем так, хорошего, это просто разница. Люди живут по-разному, люди работают по-разному, и почтовые службы тоже. Более того, я знаю, что в России очень недорого стоит услуга курьера, там порядка 150, наверное, рублей, и вам точно так же эту посылку доставят до двери, и вам не надо ходить и много часов тратить на дорогу в пробках, либо на ожидание своей очереди на почте. Так что, все делается, прогресс идет, и где-то он наступает быстрее, где-то медленнее, но в итоге все это делается для того, чтобы людям было проще жить. Вот, друзья, спасибо, что посмотрели, оставайтесь на позитиве, пока.